Добрый вечер. Ровно 21.05 в Москве. Это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Как всегда, в понедельник «Археология Форбс». Мой соведущий сегодня заместитель главного редактора журнала «Форбс» Ильмар Муртазаев. Здравствуйте. Ну и, как всегда, с «Форбс» мы говорим о бизнесе, мы говорим о предпринимателях. И сегодня мы хотим поговорить об одном из самых ярких российских предпринимателей, человеком, взорвавшим не только мир российского бизнеса, но и мир социальных сетей. И вообще, создавшим некую альтернативную реальность в российском обществе. Ищут пожарные, ищет милиция. Я думаю, как вы догадались, речь идет о Павле Дурове, создателе социальной сети ВКонтакте. Думаю, что канва событий всем вам более-менее известна. 5 апреля этого года около известного петербургского дома Зингера, дома с глобусом, на Невском проспекте, где находится офис ВКонтакте. Человек, похожий на Павла Дурова, как у нас принято говорить. Человек в белом Мерседесе совершил наезд на инспектора ДПС. Дальше следует достаточно мутная история. Сначала было объявлено, что это не Павел Дуров. Затем, вроде бы, потерпевший инспектора ДПС опознал, что это Павел Дуров. Сам Дуров сейчас, кажется, находится где-то за рубежом. В программе Парфенова на телеканале «Дождь» прошла информация, что он вообще обосновался в штате Нью-Йорк и там открыл новую компанию. Дуров это опровергает. А между тем, 48% его бизнеса, 48% акций ВКонтакте были выкуплены United Capital Partners бизнесменом Ильей Щербовичем. Так что, что происходит? Происходит некая случайность течения обстоятельств? Происходит некая консолидированная атака на ВКонтакте? Или вообще мы сейчас на глазах решаемся, лишаемся последнего свободного СМИ, как в своем блоге в СНОБе написал недавно Дмитрий Глуховский, что вот идет наезд государства на ВКонтакте, и вот это вот лишается, закрывается последнее свободное информационное пространство. Мы пригласили сегодня поговорить об этом Николая Кононова, главного журнала издания о предпринимательстве «Hopes and Fears». Добрый вечер, Николай. Добрый вечер. Автора книги «Кот Дурова. Реальная история ВКонтакте и ее создателя», опубликованная издательством «Ман, Иванов и Фербер». Так что, я думаю, что Николай один из наиболее информированных людей. И вы знаете, вот я тоже заметил, Николай, у вас тоже вышла недавно книга под названием «Бог без машины. Истории 20 сумасшедших, сделавших в России бизнес с нуля». А Дуров один из таких, из этих 20 сумасшедших? Ну, он в эту книгу не вошел, но в принципе, да, по своему типу, это человек, который сделал проект в России с нуля, социальную сеть ВКонтакте, который, собственно, до этой социальной сети сделал крупнейший студенческий форум в России. Это сам Тербургского университета. И это был, собственно, первый крупный проект. Вот. И если бы, конечно, я писал эту книгу чуть позже, то я бы его включил. Хотя, может быть, и нет, потому что он очень самостоятельная фигура, яркая, достойна отдельной книжки. Ну, собственно, поэтому я и написал отдельную книжку. История, которая сейчас происходит, она вписывается в тот психотип Дурова, который вот известен, с которым вам довелось столкнуться? Ну, я считаю, что да, абсолютно. Потому что все, что сейчас с ним происходит, это такая продолжение генеральной линии его жизни, его ценностей, его установок и так далее. Но он вечный контрариан, да, то есть он человек, который всегда против всех. И сейчас, когда к нему вошел новый акционер, он, в общем, с этим акционером ведет точно так же, как вел себя со старым акционером Mail.ru Group. То есть не позволяет ему вмешиваться в свои дела. А то, что вот он тоже сейчас не идет на контакты с прессой, не идет на контакты со следствием, подтверждает то, что он такой человек достаточно аутичный, одиночка? А он совершенно не аутичный. Нет? Он, наоборот, любит обаять оппонента. Самый большой кайф для него — это своего врага превратить в друга. То есть он совершенно не аутист. Это распространенный стереотип о предпринимателях, которые связаны как-то с IT, о парирамистах. Но Дуров перековал себя, он был довольно социопатичным, и что-то в нем такое осталось. Но в целом это человек, у которого EQ, эмоциональный коэффициент интеллекта, значит IQ, очень высок. Поэтому он хитер, в свою очередь, и, в общем, может разыграть социопата, а может наоборот. То есть он, помимо прочего, хороший манипулятор? Ну, он тролль. Он мощный, опытный интернет-тролль, который свои приемы переносит также в бизнес. Например, он в ответ Чербовича отправил демотиватор такую картинку, на которой Лютер изображен, и подпись «Потише братишка в такой ситуации». Ну да, его троллинг всегда достаточно остроумен и эффективен. Он всегда фрапирует его оппонентов, которые разыгрывают из себя интеллигентных менеджеров, и говорят, что так же в бизнесе не делается, мы же цивилизованные люди, что это за замашки такие. А вот в этом демотиваторе вся суть Дурова. Он, с одной стороны, сам достаточно из интеллигентной семьи, и у него прекрасное образование, он прекрасно знает мировую культуру. Эту картинку с Лютером он подобрал не обо где. Я думаю, что он давно ее где-то к себе скопировал в папку, не знаю, трэш. Она ждала своего часа. Но при этом он скрещивает эту линию поведения с вот такими выходками типа «Потише братишка». А вот скажите, Николай, вот такое поведение, насколько я понимаю, на другой стороне ведь люди не самого робкого десятка, что называется, с большим историческим бэкграундом сложным. Тот же Усманов, например, первый номер списка «Форбса», кстати, второй год подряд. Человек, переживший очень многое, участвовавший во многих войнах за металлургические активы, общавшийся с людьми, побеждавших людей с уголовным прошлым и прочее, прочее, прочее. Я помню цитаты журнала «Форбс» про то, как ему хотели шило в глаз ваткнуть в тюрьму. Да, но тем не менее. И вот такой Усманов, вот такой Дуров. И тем не менее, Дурову, насколько я понимаю, удалось тогда договориться с Усмановым. Что это? Почему? Я не знаю, знаком ли Дуров с цитатой Майка Тайсона про то, что когда ты выходишь на ринг, ты должен хотеть убить своего соперника, и если ты не хочешь его убить, ты просто не победишь. Но мне кажется, что что-то подобное, какие-то подобные эмоции, подобный настрой он сам на себя нагоняет. И поэтому ему важно показать, что он не боится вообще никого. Поэтому он ведет себя соответствующим образом. Но это такой вот настрой. Майк Тайсон был чемпионом. Но этот человек тоже хочет быть чемпионом. Ну вот из интеллигентной семьи. Это в некотором смысле ломает представление о том, что может человек из интеллигентной семьи. Мои тоже стереотипы. Потому что я думал о нем своего рода как чуть не Джобси таком русском. Джобс, чрезвычайно жесткий человек, как мы знаем из его автобиографии. Он не буддист вообще? Дуров-то? Да. В нем есть, в его мировоззрении есть некоторые черты, присущие буддизму. Например, он любит говорить, что... Мне важно знать, что мне не принадлежит ничего. Потому что если я буду знать, что мне что-то принадлежит, значит, я буду зависим от обстоятельств, от людей, которые хотят мое манипулировать. А я свободен от всего, от этого. У меня есть деньги на счету, есть какая-то недвижимость, есть возможность остановиться в любой гостинице и сумке вещей. И вот я свободен. Ну, собственно, он таким все эти годы был, таким сейчас и остался. Нет, он менялся. Почему? Он не был всегда таким бизнесменом из чистой стали. Он действительно был, в общем, таким нердом. То есть программистом, который погружен во все свои идеи. Но постепенно он раскрывался, постепенно он менялся. Собственно, я это писал в книге. Чем меня вообще Дуров заинтересовал? Тем, что это герой, находящийся в развитии. Да, вот в этой истории есть все для кинематографа. Да, это конфликт, это серьезное внутреннее развитие героя. Ведь это же не чистая бизнес-история. Это, на самом деле, история о лидере нового типа. Ну, собственно, чем моя книга и заканчивается. Поэтому меня заинтересовал. И то, что сейчас с ним происходит, это абсолютное продолжение его линии, которую он просто гнет и не хочет обращать внимания на какие другие обстоятельства. Ну, вот мне кажется, что сейчас его конфликт уже вышел на принципиально новый уровень, потому что до этого он сталкивался с конкурентами, с российскими конкурентами, мой круг, одноклассники. Да, он сталкивался с западными конкурентами типа Цукерберга. Но вот сейчас его конкурентом стало фактически российское государство. Он вышел на тот уровень, начиная, наверное, с болотных протестов в 2011 году, когда к нему приехали люди, кажется, из Следственного комитета, да, и хотели, чтобы он закрыл группы, где организовывались митинги. Затем по делу Навального, да, когда они расширили границы группы, число участников группы поддержки Навального, которые могли входить. И так далее. Вот и сейчас не есть ли эта эскалация конфликта на уровень, вот Павел Дуров стал опасным для российского государства в его нынешней ипостаси? Ну, мне не хотелось бы верить в такой вариант развития событий. И, конечно, уж государство не конкурент Дурову, а, возможно, может стать его врагом. Ну, как бы, если поверить в золонамеренность Дурова и в то, что он в душе революционер. На самом деле, как мне кажется, вряд ли, потому что, я думаю, Вася прекрасно понимает, что Дуров на самом деле не революционер, а эгоист. Человек, который преследует абсолютно свои цели, что он предприниматель. Ну, просто это предприниматель, у которого присутствует некий ценностный вывих. Он не стремится к выжиманию прибыли из компании, а он стремится к увеличению влияния на большую аудиторию. Поэтому, собственно, я сравниваю с политиком нового типа, что это такой пограничный тип. Это и предприниматель, и политик в сетевом смысле. Не в старом смысле, а в сетевом смысле. Человек, который контролирует узлы информации, которые существуют в интернете, который может ее мгновенно распространить, и у которого большая аудитория, для которой он сделал какое-то очень важное дело. Вот я живу на окраине Москвы, я работаю в центре. Я езжу постоянно в электричках, маршрутках и так далее. Меня удивляет, какое дикое количество мессенджеров ВКонтакте, установленных на смартфонах у людей. Это очень такая серьезная привязка продуктовая. Кто сделал это для тебя? Это сделал человек, который ВКонтакте. А ВКонтакте, это же у меня есть. То есть это такая штука очень важная. Это такой вот продукт, который есть очень у многих россиян. Это, мне кажется, важно подчеркнуть. Ну, можно? Николай, вот вы говорите, что власть понимает, что он просто эгоист, предприниматель. Но, насколько я понимаю, ведь мы это видим часто со средствами массовой информации, и не только со средствами массовой информации. Власть, во-первых, неоднородна. Во-вторых, тем не менее, контроль для нее, так сказать, контроль прежде всего, и она достигает его порой самыми, так сказать, нерациональными, нелогичными и прочими действиями. Исходя из этой вот теории того, что представим себе злонамеренность власти, ну, или добрая намеренность в понимании власти. Какую-то намеренность, да. Да, намеренность власти. Вот сейчас Щербович купил 49% акций. 48%. Спасибо, что поправили. И что может дальше происходить? Как они могут бороться с Дуровым в этой ситуации? Вот они, Хэмм и большой акционер. Что они могут делать? Ваше предположение. УСП, то есть United Capital Partners? Да. Ну как, сейчас устав компании ВКонтакте таков, что у Дурова операционный контроль. Он голосует своим пакетом и пакетом Mail.ru Group. Но в ближайшее время состоится совет директоров, на котором вся эта ситуация может быть пересмотрена. Вот на этом кончается мое точное знание о том, что может произойти. Дальше не знаю. Вот интересно, вот какую тему, то что вы сказали, что у Дурова, как вы выразились, есть некий ценностный вывих. То есть это не типичная ситуация для российского предпринимателя и предпринимателя вообще. Вот скажем, Эльмар, посмотреть на ваш последний список российских миллиардеров. А у многих ли из них найдется подобного рода ценностный вывих? Да, наверное, не у многих, к сожалению. В принципе, большинство из них так или иначе связано с сырьевыми рынками, крупными промышленными отраслями и прочее, прочее, прочее. Там, где уровень зависимости от власти чрезвычайно высок. И это главный фактор. То есть чем отличается Дуров от всех них, это вот этим обстоятельством. Дуров может развивать бизнес, свою социальную сеть, не то что игнорируя, но по сути игнорируя государство, да, он может быть независим. А условно, тот же Усманов в части металлургического своего бизнеса, если представить себе, или там Олег Пиров, как он может игнорировать государство? Это невозможно. Да, фактически, да, создается какая-то абсолютно новая альтернативная среда, в которой государство может наблюдать, в которой может попытаться вмешаться, но в которой может существовать абсолютно без государства. Эта среда еще довольно сложным образом устроена. Ведь старший брат Дурова, Николай, он без преувеличения гениальный программист, чемпион мира по информатике, несколько раз он становился, дающийся математикой и так далее. Живущий в Германии? Нет, он вернулся. Он уже вернулся. Он немножечко там поработал, защитил диссертацию и вернулся. Так вот, он придумал, он и его товарищи придумали очень сложную технологическую систему распределения информации по серверам. То есть вся техническая сторона, он технический директор ВКонтакте, придумана очень хитро, и в ней разобраться условному программисту, работающему в том или ином государственном институте, ну, условно говоря, да, или нанятым государством, в принципе, достаточно сложно, потому что должен быть человек достаточно высокой квалификации. Я к чему это говорю? К тому, что в ВКонтакте есть еще степень защищенности под названием технология. То есть я правильно понимаю, что если вдруг кто-то враждебно захочет, минуя Дурова, минуя Дурова, захватить контроль над компанией, контроль над серверами, простите, я не очень понимаю в новых технологиях, то приобретатель рискует получить ноль. Не знаю, не могу точно сказать, но уверен, что есть технологическое решение, которое позволяет крайне быстро что-то сделать в ВКонтакте такое, что может не понравиться новому, так сказать, захватчику. Ну да. Напомню нашим слушателям, что у нас в глазах, в гостях сегодня, и в глазах, естественно, у нас здесь, и в глазах тех, кто смотрит веб-трансляцию нашу на сайте finam.fm. Итак, у нас в гостях сегодня журналист Николай Кононов, главный редактор ежедневного издания предпринимательства «Хопс и Феррид» и автор книги «Кот Дурова», как «Кот Дурова. Реальная история ВКонтакте» и ее создателя. Вы знаете, перед тем, как мы уйдем на перерыв, я хотел бы спросить наших слушателей. Как вы считаете, учитывая последние события вокруг Павла Дурова и приобретения ВКонтакте, заканчивается ли эпоха ВКонтакте, как крупнейшей российской социальной сети? Обойдется ли ВКонтакте без Дурова? 65 10 99 6. Телефон студии прямого эфира. Мы уйдем на перерыв. И снова добрый вечер. Программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Сегодня мой соведущий, заместитель главного редактора журнала «Форбс» Ильмар Муртазаев. И в гостях у нас главный редактор издания о предпринимательстве «Хопс и Феррид» Николай Кононов, написавший книгу «Кот Дурова. Реальная история ВКонтакте» и ее создатели. Говорим мы о истории Павла Дурова, о том вообще, насколько в России возможен такой вид альтернативного предпринимательства, так сказать, то, что называется предпринимательство с ценностным вывихом, как здесь сказали. А вообще вот у Дурова есть какая-то своя миссия, вот как говорят американцы, да? He has a mission. Он видит свою какую-то, не знаю, социальную роль большую? Ну, он имеет представление об этой роли примерно такое, что он создает инструмент, который помогает людям быстрее и удобнее коммуницировать и, соответственно, обмениваться знаниями, что-то делать вместе и так далее. Если применительно к России, то в разговоре со мной он напоминал такой пример, что, например, есть талантливый молодой парень где-нибудь в далеком городке, у которого физически вокруг не очень много людей, с которыми интересно. Но зато у него короткая дорога для всех остальных в социальной сети, удобная инфраструктура для общения и, в конце концов, возможна для переезда работы в другое место или для обучения, или для сбора информации для того, чтобы подать на какой-то грант, или для сбора информации для того, чтобы поступить в какой-нибудь достойный вуз. Вот если применительно к соцсети, то вот такая миссия. А вот многие критики ВКонтакте утверждают, что уникальность этой социальной сети только в одном – в ней размещается пиратский контент. Так, и что они утверждают? И они говорят, что если бы не пиратский контент, то не было бы, да, никто бы не ходил. 140 миллионов аккаунтов. Да, в этом есть некое зерно правды. Заключается оно в том, что существенная часть трафика ВКонтакте – это песни, это видео и так далее. Какая часть из них пиратская, а какой нет, какая нет, я достоверно не знаю, но действительно это существенно и глупо отрицать, что это существенная часть трафика именно на эти два сервиса – на видеохостинг и на аудиохостинг. А с порнографией проблема была решена? Ведь в свое время он-то вообще чуть не говорил, что я там «king of the porn» и так далее. Да, он «porn king». Потом ему сказали, что такую подпись себе кто-то сделал из западных звезд. Он сказал, ну хорошо, я буду «corn pink». Это проблема, насколько я знаю, сейчас у них решается. Они запартнерились, если я ничего не путаю, с Лигой безопасного интернета, хотя у них были сначала конфликты, потом они решили запартнериться с точки зрения пиар-выгоды. Да, порнография, они с ней борются, но вот как сейчас технологически в данный момент это обстоит, я честно скажу, не знаю. Возможно, они придумали какое-то решение, а может быть нет. А вот, Николай, вот те же самые критики говорят, что ровно это обстоятельство, наличие пиратского контента или не пиратского контента, видеоконтента и так далее, является самым уязвимым местом социальной сети ВКонтакте и конкретно Дурова. Потому что уйдет Дуров, а весь этот контент в сети останется, и все эти десятки миллионов клиентов и потребителей социальной сети все равно в ней останутся, потому что ходят они ради этого. И им не важно, будет это Дуров или кто-то другой. Ну, все, кто так говорит, должны предъявить какие-то цифры, ну не знаю, хотя бы какие-то теоретические выкладки. Вообще, у изначально ВКонтакте было два совершенно других преимущества. Это фото и месседжинг. Сегодня случилось, вот я имею в виду прямо сегодня, сейчас, случилось заметное событие. Я вот прочитал исследование, что оказывается количество сообщений в месседжинге, в мобильном месседжинге, разных приложениях, превысило количество смс, отправленных во всем мире. На самом деле, это великий технологический, ну такой вот для этой отрасли момент, да, что... И огромные деньги, уведенные у телекоммуникационных компаний. Уже как-то они серьезно прорабатывают дальнейшие планы в этом отношении. Вот. Но тогда, когда ВКонтакте начинало, это был один из их преимуществ. И второй, конечно, самое главное в начале, это было вообще фото. Потому что ты можешь свои фото загружать, обмениваться, шарить альбомы, ну в смысле распространять. Ну да, я думаю, понятно. Фактически, ну в общем понятно. Расшаривать альбомы с разных вечеринок, друзей, мам, пап, дач, тур поездок и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И, собственно, эти две штуки были конкурентными преимуществами. Уже потом, серьезно потом, они запустили аудиохостинг и потом видеохостинг. Не помню, в какой последовательности, но это было на этапе взлета, когда, условно говоря, когда Мильнер у них начал инвестировать, у них были вот эти два преимущества, фото и месседжинг. Да. А уже остальное потом на расход. Напомню, телефон на студии прямого эфира 651099,6. Позвоните нам и скажите, что вы думаете по поводу дела Дурова, по поводу вообще Павла Дурова? Возможен ли в России такой тип капиталиста-эксцентрика? Стива Джобса, Ричарда Брэнсона. Или сама наша действительность, нашего государственного капитализма отталкивает такого рода предпринимателей? 651099,6. Возможен ли в России капиталист-эксцентрик? А я хочу все-таки вот продолжить этот вопрос Николаю Конлову. Дуров как некий визионер. Но ведь он при этом очень сильно защищает такой вот activist capitalism, да, сетевой капитализм, капитализм без сребреников, людей, работающих, совместно генерящих вот этот вот контент, работающих за идеи. Ведь не случайно же он дал миллион долларов Википедии? Да, не случайно. То есть он все-таки в этом смысле он гуру какой-то новой сетевой реальности? Ну, не то чтобы прям он был гуру, но просто, ну это такая характерная фигура, да. Он абсолютно за, вот, например, тот же самый видеохостинг про видео, да, у них была технология peer-to-peer, да, когда ты, как в торренте, да, ты отдаешь какое-то видео, и ты трафик, да, и ты смотришь у кого-то. То есть, как бы, здесь экономится информация на серверах, потому что пользователи между собой напрямую обмениваются. Может быть, сейчас не очень корректно, не очень понятно объяснивать технологии, но смысл в том, что идеологически Дуров, да, он за, не то чтобы за mass collaboration, но за вот, за ту же Википедию, за какое-то совместное творчество. Ну да, коллаборативный, коллаборативный. В принципе, да, ну просто вот вы назвали несколько сразу таких, скажем, даже мемов, потому что, скажем, activist capitalism, я думаю, что Дуров не знает вообще такого словосочетания. Его придумал Чемос Полихопития, это человек, который был одним из первых сотрудников Facebook, потом оттуда и зашел, продав свой пакет акций, у него сейчас свой фонд Social Plus Capital. Он инвестирует в проекты, которые имеют мощное социальное влияние, решают какую-то очень мощную проблему. И он инвестирует в них прямо с пассивной стадии, то есть там, условно говоря, он может зайти, была историка, он зашел в гараж, где сидели три человека, биолог, химик и технолог. Они делали устройство такое маленькое, которое, медицинское, в котором есть анализы слюны, мочи, крови и много-много разных анализаторов, собранных в одном устройстве. Он эту штуку поверил, в них проинвестировал несколько миллионов долларов. Вот это вот такой вот эксцентричный человек. Он придумал вот это движение Activist Capitalism, да, он его такой провозвестник. Движения, направленные на то, что бизнесмены, которые решают серьезные социальные проблемы, иногда замещают собой государство в этой роли, которое является новыми лидерами в этой истории, и которые, в принципе, должны двигать прогресс, они это и делают, двигают прогресс вперед. И Дуров, в принципе, да, он такой достаточно характерный представитель в России этого. — И редкий, я думаю, по российским меркам, я даже не могу, ну, мало могу я назвать людей, которые вот с такой примерно миссией в России ведут бизнес. — Да, такой масштаб уж точно. — 65, 10, 99, 6, позвоните нам и скажите, возможно ли в России такой вот тип капиталистического эксцентрика, капиталиста-эксцентрика, как Павел Дуров? Или все они будут рано или поздно оттеснены российским государством, как произошло там с Евгением Чичваркиным, как вот сейчас, я не знаю, в такой, не в такой степени он эксцентричен. Там с Сергеем Полянским произошло, который сегодня... — Полонским. — Полонским, да, Полонским, да. — Извините. — Который сегодня объявил о своем полном банкротстве. Возможно ли в России тип капиталиста-эксцентрика? 65, 10, 99, 6. — А я вот что еще хочу спросить. Деньги. Дуров и деньги. Ведь он как бы не ставил целью заработать много, чтобы ВКонтакте... Он очень все-все время противился тому, чтобы были рекламы, чтобы были платные сервисы, чтобы игры приносили. Ведь даже и сейчас ВКонтакте, по-моему, на юзера приносят в 2,5 раньше меньше денег, чем одноклассники. — Ну, точный масштаб не поручусь, но примерно, да. — Да, я сталкивался с такой цифрой. — Главная претензия Mail.ru Group заключалась в том, что сеть недомонетизирована. Но, разумеется, в таких действиях Дурова есть, в общем, достаточно понятный расчет. Потому что он... Не обязательно компания и акционеры должны получать большую прибыль, да. Ведь можно же потом собрать большую аудиторию и продать компанию на IPO и выйти в кэш там. Ну, или в кэш, или как-то еще. Вот. И, собственно, эту идею он продавал и продает своим акционерам, что вот давайте лучше сделаем качественный продукт. А ведь если перемонетизировать, если везде отпихать рекламные баннеры, к тебе будет плохо относиться. Как бы юзер экспириенс будет дурной. — Да. — Вот. Как человек, который делает сам интернет-медиа, могу сказать, что вот всеми руками за, по опыту. Это, в общем, так относится и к медиа, и к новым медиам. Это неважно. Вот. На тех же одноклассниках монетизация чуть было их в гроб не свела. Вот. На Фейсбуке тоже это достаточно бесит. Вероятно, вы уже столкнулись с тем, что у вас в ленте неожиданно появляются какие-то рекламные посты, которые предлагают вам подгузники или новые Феррари. — И рассказывают о том, что ваши друзья сделали, уже купили эти самые Феррари. — Да-да-да. Если, не дай бог, какой-то друг лайкнул этот, это сразу выводится. — Сразу всем идёт. И более того, в Фейсбуке, что меня совершенно убило недавно, какому-то популярному юзеру можно отправить сообщение только за деньги. — Да, это прекрасно. — Мне нужно было, я не помню кому, какому-то известному человеку отправить, у которого там тысячи подписчиков. И было сказано, вот если хотите обычные сообщения, оно пойдёт в очереди и никогда, собственно, он его и не получит. Но вы можете заплатить 438 рублей, там какая-то очень точная сумма была. И тогда мы доставим ему прямо на десктоп это сообщение. Вот это меня, конечно, потрясло до глубины от любимого Фейсбука. — Это абсолютно из серии одноклассников трёхгодичной давности, да. — А тем не менее, могу я разрушить идиллию представления о дурове, как о таком вот капиталисте? — Бессребреннике, да. — Давно пора разрушить. — Да, ну вот он, этот капиталист, думающий о, так сказать, о социальном благе и прочее, прочее, прочее. Вот этот вот капиталист, думающий о социальном благе, стоит на балконе дома и бросает пачки долларов вниз. Реальная же история же, да? — Пятитысячные купюры. — Ну да, но он, как все сильные герои противоречив, одновременно он... — Это Петербург, это история, это история из Достоевского, это такая, вы говорите, из... — Да-да-да, 50 тысяч кинул и растаптал, да. — Абсолютно из идиота такая, рогожинская тема. — Ну да, или из братьев Карамазовых, вот ваши деньги растаптывает капитана. — Ну, не знаю. — Нет-нет, ну на самом деле, ладно, это не точно, конечно, параллельно, а смысл в том, что... Ну, дуров действительно противоречив. С одной стороны, в нём есть какие-то филанторопические склонности, он, в общем, занимается благотворительностью ВКонтакте, придумал кнопку, где можно отправить денег благотворительным фондом, но, с другой стороны, как всякий человек, который проводит в социальной сети большую часть своей жизни, он становится мизантропом, потому что разные уникумы там встречаются, и в целом движение народных масс навевает грусть на него, их настроение, их привычка. Вот, поэтому, ну да, ну вот человек, что он там делал, самолётики пускал, да, из пятитысячных купюров. — Да-да-да. — Да, и смотрел, как внизу, сбегая, столпятся люди. Да, это не поведение просвещенного миллионера от IT, интеллектуального лидера. Да, это поведение вот чудака. Ну, за ним и такое водится. — Ну, он вообще петербуржец сам по себе, да, по духу своему, по происхождению. Там очень интересно. С одной стороны, в феномен номера Дурова слились вот такие вот петербуржские корни, да, и у него мама, по-моему, преподаватель, да, кто у него родители? — У него отец преподает латынь на филфаке в Санкт-Петербургском, а мама у него, насколько я знаю сейчас, она, кажется, не работает, но, по крайней мере, у нее очень хорошее образование, она сама по себе очень одаренная всегда была и, в общем, всегда очень хорошо училась, была очень умная. И, конечно, вот какие-то качества Дуров скорее от нее перенял коммуникативные. — Но при этом интересно, что вторая половина Петербурга тоже присутствует, бандитский Петербург, да, потому что там есть достаточно сомнительного происхождения деньги, да, первоначальные инвестиции вот этого вот клана Эмирилашвили, которые попали от, там, что ли, фактически от казино, от попольного и горного бизнеса. — Эмирилашвили был связан с, известно, связан с криминалом питерским, это чисто в этой бандитский, тот самый бандитский Петербург, истории с Цеповыми, с криминалом, и вот его сын является совладельцем социальной сети, социальной сети ВКонтакте, собственно, являлся, да, в момент продажи. — Да, пока сейчас не продал, да. — Вот, и при этом, насколько я понимаю, был очень близким, там, товарищем с Дуровым, да? — Они учились в одном классе, академических, общееобразовательных классов при Академической гимназии Петербурга, которые эти классы, на них деньги давал тоже Эмирилашвили, он такой как меценат поступал, и его сын там учился, и они с Дуровым, да, были дружны, и потом, ну, собственно, в книге все это описал, как бы Эмирилашвили поехал учиться в университет ТАФЦ, увидел там Фейсбук, и именно он показал Дурову Фейсбук, а не наоборот. — Вообще, это, Тур уже признает, что это клон Фейсбука. — Ну, я привожу там цитату, ведь это там, когда они только стартовали в 2006 году, осенью, у них появился еще один конкурент под названием «Мой факультет», который ту же самую идею прокачивал. И вот на форуме Фейсфака МГУ, где работали дружественные Дуровы разработчики, кажется, ну, в целом какие-то дружественные персонажи, он писал, что да, мы клон Фейсбук, но мы сделали более качественно, адаптировали его к русским реалиям и очень тщательно проработали, у нас там есть свои какие-то технологические фишки. То есть он изначально, в общем, на самом-то деле, посмотреть его позиции за все эти годы не менялась. Окей, да, по смыслу это то же самое, что Фейсбук, но адаптированное к России и со своими технологическими штуками. Ну, собственно, клонирование, я не знаю, Стив Джобс во многом тем же занимался, он, собственно, разбирал Sony какие-то разработки, там, Walkman Sony он разбирал, смотрел дизайнерские находки. Да и вообще, где была бы вся современная IT-индустрия, если бы люди, собственно, не срисовывали уже найденные решения. Это как бы представление об авторском праве, о промышленном шпионаже гораздо более размыты, мне кажется, вот в эту вот эпоху. Ну, в общем, да, ведь Дуров, он, по сути, уж если они чем-то и похожи с Джобсом, на самом деле не похожи, то это тем, что и тот, и другой является твикер, то есть человек, который улучшает чью-то хорошую идею, чью-то, может быть, даже чей-то патент и так далее, чью-то находку, чье-то изобретение. И вот, собственно, Дуров — это твикер социальной сети общего профиля для России. — А можно все-таки сравнение с Джобсом? Хорошо. Мне кажется, что сравнение с Сукербергом. Можно ли будет посравнивать, ну, как бы сравнить двух этих людей? Все-таки феномен Фейсбука в мировом масштабе и ВКонтакте в российском. Это, в общем, такие очень интересные истории. — Ну, в каком-то смысле, да. Но они знакомы же, да? — Одна встреча была у них, да? — Две у них было встречи, да. Вот, и, в общем, я не знаю, я просто с Сукербергом не знаком, поэтому только могу следить по каким-то внешним проявлениям. Мне кажется, что нет, они не очень похожи. Сукерберг более сдержанный, Дуров более эксцентричный. Хотя это, опять же, такая, сам себя взбадривает. То есть ему органически, может быть, эксцентрика — это и не очень присуще. Вот, а Сукерберг, он такой более... Ну, у него другой путь совершенно. У него по-другому устроена компания. У Дурова нет своей Шерил Сэндберг. Человек со связями где-нибудь в правительстве или в администрации президента. — Ну, вот сейчас может появиться. — Да, да. Ну, как бы сейчас будет все очень интересно, потому что Дуров не допустит никакой условной Шерил Сэндберг у себя, потому что терпеть не может, когда его авторитарную модель управления компанией кто-то вмешивается. Ему очень удобно одному принимать решение. Вот. И комфортно, и прекрасно, и внутренне он себя в этом ощущает органично, потому что, в принципе, по продукту он знает все, что хочет пользователь, представляет, и ему совершенно не нужно, чтобы кто-то туда еще лез. Ну, за исключением там каких-то, естественно, из каких-то ноу-хау приходят, какие-то идеи приходят от сотрудников, от дизайнеров, от программистов. Конечно, он все это слушает, но, опять же, там все очень так авторитарно, как это One-Man Show. — One-Man Show, да. — One-Man Company. — Да, да, да. Напомню, что у нас в гостях сегодня Николай Кононов, главный редактор издания предпринимательства «Хоупс и Феррис», и говорим мы о феномене Павла Дурова. Мы вернемся после небольшой паузы. Добрый вечер. Программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Мой соведущий сегодня зам главного редактора «Форбс» Эльмар Муртазаев. В гостях у нас Николай Кононов, главный редактор «Хоупс и Феррис» и автор, вышедший в издательстве «Ман, Иванов и Фербер книги», «Кот Дурова», реальная история ВКонтакте и ее создателя. Позвоните нам и вы, и скажите, кто такой Павел Дуров? Русский Цукерберг, русский гений, создавший от нуля и гениальную совершенно компьютерную сеть, или просто компилятор, плагиатор, который, в общем-то, создал сеть на основе торговли нелегальным контентом? Ваше отношение к сети ВКонтакте и ваше отношение к Павлу Дурову? 65, 10, 99, 6. Ну, все-таки, Николай, в чем, вы считаете, был секрет успеха такого взлета ВКонтакте? Что интерфейс был легкий, удобный, понятный? Да, да, это был понятный интерфейс, это были понятные преимущества в виде выкладывания легкого и быстрого фотографий, объединения их в альбомы, возможности показать эти альбомы кому угодно, в быстром месседжинге, в том, что можно было найти с точностью до школы и до класса, это очень важно, до факультета своих друзей делать встречи, для молодой аудитории это сверхважно сделать ивент, приходить к день рождения. Недавно была новость, как девушка по ошибке в Фейсбуке, правда, там тоже есть такая штука, пригласил где-то 1100 людей к себе на день рождения, они пришли под ее окна с криками «Хай, Мария!» «Выходи, давай, Мария!» Вот, она, в общем-то, к ней вышла. Вот, и да, это все это, в общем, взлетало быстро, было мне на глазах, я помню, как мы вот, там, условно, с моим выпуском школы собирались, как мы обсуждали, что лучше, где лучше регистрироваться, чтобы всем не теряться, в Одноклассниках или в ВКонтакте. Вот, победил ВКонтакте, потому что ключевое слово, которое звучало, это удобнее. Я, кстати, был за Одноклассников. А социально ведь все-таки достаточно разные профайлы, если посмотреть три главные сети, Фейсбук, Контакты и Одноклассники. В смысле? Ну, мне кажется, что, ну, Фейсбук — это для так называемого уже креативного класса, да, ВКонтакте — это больше для молодых, для студентов, и Одноклассники, она такая более широкая, общероссийская и что ли, такая, может, даже не такая столичная история. Ну, в целом, примерно так, хотя, на самом деле, все там, конечно, постоянно меняется, и ВКонтакте, там, большая часть аудитории — это не просто студенты, а молодые люди, там, до 30-35. И хотел бы добрать отнимание, что они взрослеют, и через пять лет это будет тот самый средний возраст. Но перейдут ли они при этом в Фейсбук, или уже через пять лет изменится все? А вот с Фейсбуком странная вещь, на самом деле, происходит, и странная, и интересная. Фейсбук не спешит, как-то здесь страшно наращивать свое давление на российский рынок, не стремится его мощно захватывать. Видимо, Сукерберг за органичную экспансию, то есть за постепенную, но пока они совершенно не видны, они абсолютно несравнимы. Там, у Фейсбука, я, честно говоря, вот сейчас не буду врать, не помню, сколько, но, кажется, чуть больше 10 миллионов ежедневная аудитория, да, а у ВКонтакте за 40. А одноклассники? Догоняют ВКонтакте, но разрыв между ними, согласно последним данным, правда, со стороны ВКонтакте, что говорят одноклассники, я не знаю, около 10 миллионов в день. Ну да, то есть где-то 30-30 в одноклассниках. Возможно, да, я боюсь сейчас соврать, но вот то, что разрыв 10, это я слышал буквально там вчера. И при этом 140 миллионов аккаунтов, то есть фактически все, практически все население, ну, некоторые, наверное, по 2-3 аккаунта, ну, охват... Ну, это как русскоязычная аудитория, есть какой-то кусочек англоязычной, есть много на Украине пользователей ВКонтакте, но, в принципе, да, в принципе, в этом есть проблема, да, потому что они скоро... Пределы роста уже достигнуты. Они скоро выберут русскоязычную аудиторию. Но при этом не стоит забывать, что подрастает новое поколение, которое видит, понимает, что вот это вот... Они вот с этим устройством в руке, смартфоном, и на нем есть приложение ВКонтакте, где ты можешь обмениваться сообщением со своими друзьями. Ведь почта — это долго, смс — это, ну, как-то... Ну, не знаю. Вот, говорю, сегодня случился перелом. Смс уже меньше в мире отправлены, чем в месседжниковых сообщениях. Вот. И то есть снизу вот эта вот база, она как бы подрастает, да. И вот эти люди, то, что сейчас говорят, говорили года два еще назад, что вот ВКонтакте — это сеть для молодежи, школьников, студентов. Да даже если это так, это огромное преимущество, потому что все они вырастают с этим продуктом, да. И если этот продукт меняется вместе с ними, а он меняется, то, в общем, это такой большой коммитмент этому конкретному продукту. Это, извините, как Кока-Кола. Сто раз говорили, что ее перестанут пить, будет что-нибудь новое и так далее. Ничего не перестали пить. Как Кокау пьют, так и пьют. Ничего не хочу сказать, что так же будет ВКонтакте, но некий параллель, мне кажется, здесь можно привести при условии, что если ВКонтакте будет менять свой мессенджер, вообще, в принципе, себя будет менять. они меняют. Что сейчас стоит вот за нынешней историей о покупке? Уже заговорили новые инвесторы о возможности монетизации ВКонтакте, о каких-то новых совершенно функционалах, новых сервисах. Что, старое ВКонтакте вот такое вот школьное, студенческое, достаточно простое, уходит? Да я даже не знаю, а где они заговорили про новые сервисы? Я только слышал, что они заговорили, что пора избавляться от нелицензионного контента и... Они, кстати, к IPO готовят? В принципе, это возможно? Или пока не будет решен вопрос с копирайтом? Возможно, а ведь, в принципе, там, насколько я знаю, не такие уж и страшные вопросы с копирайтом. Часть правообладателей уже с ним сотрудничают. Не вычищают оттуда свои фильмы, покупают рекламу или ВКонтакте дают им какие-то рекламные возможности. Ну да, подождите, Виктория Лазарева, один из партнеров United Capital Partners уже говорит о том, что необходимо увеличивать прибыль прибыль социальной сети, монетизацию вводить, говорить, что мы не собираемся влезать. И вот это вот интересная штука в контексте того, что вы рассказываете, Николай, потому что они постоянно повторяют, что мы не собираемся влезать в содержательную, контентную часть социальной сети, мы хотим поправить что-то финансовое. Но из того, что вы рассказываете, получается, что попытка повлиять на финансовую часть неизбежно проведет повторять на контент. Но поэтому Дуров и выкатывает им демотиватор с подписью «Потише братишка» в такой ситуации. Он против. Ну да. То есть он по-прежнему... Он обладает по-прежнему блокирующим решением, невзирая на то, что его партнеры продали операционным. Операционным контролем, да. Но будет совет директоров в мае. И это будет самая интересная часть этого морализонского балета. На это все на фоне, простите, никуда не девшегося дела с наездом на гаишника. Вот здесь же вот этот вот фон вот этого вот этого то ли наезда, то ли не наезда, а дело и прочее, прочее, по которому это просто уголовное преследование. Вот. И насколько я понимаю, то есть как бы такое... Если исходить из теории, из конспирологической теории, что идет просто перехват компании, да, то выглядит все действительно логично. Вот он, как всегда, есть силовой вариант перехвата, вот такой добрый и злой следователь. Классический, классический, классический сценарий. Вот. В связи с этим, как бы, вот у меня такой вопрос. А в случае... Там постоянно шли разговоры о том, ну, так сказать, была эта версия о том, что он может создать какую-то новую социальную сеть и прочее, прочее, прочее. Вообще этот... Такой успех, он вообще повторим ли, да? Ну, как? Успех в российских масштабах? Может быть, да. Но он как бы сейчас стремится к тому, чтобы сделать что-то на глобальный рынок. В этом амбиции заключается. Для России он уже сделал. И уже там пару лет назад в интервью и мне, и другим журналистам он говорил, что трудно будет масштабировать ВКонтакте на весь мир. Поэтому есть шанс зайти туда, сделав какое-то очень быстрое и удобное классное коммуникационное приложение, например. Собственно, все, что вот... эксклюзив, который был выдан Парфеновым, про то, что он делает что-то такое. Правда, Парфеновым так не понял, что, но тем не менее, какое-то такое приложение, которое, возможно, будет называться Tele.graph. Нет, Telegram. Telegram.ph. Да, PH. Это филиппинский домен. Вот это, как бы, в общем, намеки на это были еще два года назад дуром совершенно открыто сказаны, высказаны. И в этом, в общем, большой новости нет в том, что он хочет сделать что-то на глобальный рынок. Но это, на самом деле, все ладно. А настоящая конспирологическая теория у меня есть такая. И она абсолютно классно ложится в канву истории про дружбу интеллигента и сына, да, авторитетного человека. Да, сына, да, авторитета, да. Вот. Она заключается в том, что это может быть разыгранная хитрая комбинация Дуровым и Мирилашвили с Ливиевым. Они разыграли конфликт, Мирилашвили с Ливиевым вышли в кэш и поджидая это где-то Дурово в уютном американском городке, чтобы начать новый проект втроем, ну или вдвоем, и с помощью этих вырученных, сколько у них там вышло из оценки, из оценки компаний 2,2, самый консервативный, значит, они выручили миллиард. Ну, там чуть-чуть минус, да. И вот это вот классная история. И тогда я буду писать книгу Кот Дурова 2. Кот Дурова 2.2 тогда. Да, 2.2, да. Миллиарда. Но я думаю, что это все-таки малореалистичный вариант, хотя он очень красивый, если это так, то это вот сажусь писать. Но я не думаю, что это так. Ну, это бизнес-теория. А если взять тупо, глядя на реалии сегодняшней России, политическую теорию, государство прибирает к рукам большое пространство. Вот с этими 140 миллионами аккаунтов и 40 миллионами ежедневных посещений. Почему, собственно говоря, в контексте 2013 года не предположить эту версию? Что в конце концов прибирается, и учитывая то, что раньше говорилось, когда еще, да, что ФСБ вообще контролирует ВКонтакте. Ну, ладно, оставим это в стороне. Но вот сейчас действительно государство хочет взять это под контроль. Эта версия возможна? Ну, возможно. И, скорее всего, United Capital Partners выполняет роль чьих-то рук, кто-то ими управляет. Возможно, что это как раз и государство. И, в общем, да, есть очень такой вполне реалистичный, гораздо более реалистичный сценарий, который заключается в том, что если Дуров сейчас не пойдет на компромиссы, то тем или иным способом его будут пытаться выкинуть из управления компанией, ну, и в целом выкинуть из компании. По стоимости выкупить его ниже рыночной, например. Хотя, может быть, и нет. Ну, в общем, такой вариант развития событий возможен, но оценивать его прямо точно-точно я не берусь. Мне кажется, что возможно, но все это покажет совет директоров. Ну да, в мае, да? Да. Это будет знаковое событие. Давайте еще раз спросим наших слушателей по телефону 65 10 99 6. Та история, которая сейчас происходит с Дуровым из ВКонтакте и ВКонтакте, как вы считаете, это конец нынешней компании ВКонтакте, нынешней сети ВКонтакте, как свободной и независимой. И будете ли вы, если, так сказать, ВКонтакте перестанет существовать в своем нынешнем формате, да, такой свободной дискуссионной сети, будете ли вы жалеть об этой сети, если она закроется? 65 10 99 6. Ну и мы, чтобы так не оставаться на таком пессимистичном сценарии, все-таки вот давайте посмотрим на судьбы таких альтернативных предпринимателей. Вот скажем, Евгений Чичваркин. Здесь вам кажется какая-то параллель Дуров, Чичваркин. То есть такие яркие личности вспыхивают и рано или поздно государство их задавливает. Ну, судьба Чичваркина, насколько я знаю, ему самому не очень нравится, хотя он открыл эту винную лавку в Англии. Вот, судьба достаточно печальна. А с Чичваркиным сложно проводить параллели, потому что Чичваркин оффлайновый предприниматель, а Дуров действует в среде, где важное значение иммиграет информационное оружие, а информационное оружие у него в руках. Поэтому он будет отбиваться, зная его характер. Он мне как-то сказал, что отступать это как-то не по-русски, если сдаваться, то с серьезным очень боем. Ну да, вот это вот я новый то, что узнал из вашей книги, то, что вы здесь говорите. Ну, впрочем, можно было предполагать, что Дуров довольно серьезный боец. И для меня, например, знаковой была история, когда вот я уже ее приводил в декабре 2011 года. За ним пришли, он не открыл дверь. Люди, собственно, решили не ломать его дверь, которые, так сказать, в камуфляже и во дворе были. И после этого он вывесил статус у себя в сети цитату из Томаса Карлейля. «Насколько человек побеждает страх, настолько он человек». Вот это вот, мне кажется, очень сильным актом гражданского мужества было. Ну и лично, в общем, тоже. Но ведь весь Дуров, он про борьбу со страхом. Борьбу со страхом сделать что-то не то. Борьбу со страхом оказаться непонятым. Борьбу просто с косностью. И для него очень важно вот эта вот тема, как бороться со страхом, да? Знать, что ты ничего не имеешь, тебе на самом деле ничего не принадлежит. Вот то, что вы упомянули буддистскую философию, каким-то боком это касается. У него в голове микс из самых разных идей, но вот эта штука в очищенном виде у него присутствует, и это его отличает от многих-многих русских предпринимателей. И это, конечно, черта предпринимателей новой волны. Я знаю очень мало предпринимателей прежних лет, которые настолько были бы смелыми. Но тут еще одна важная деталь. Если уж проводить параллель там с Чичваркиным, да, то важная вещь. Бизнес Чичваркиным так и иначе был, опять же, возвращаясь к началу нашего разговора, весьма существенно зависел от государства, от таможни. От таможни, да. От ритейловых точек, соответственно, от местных властей, от транспортировки грузов, соответственно, от логистики и прочее, прочее, прочее. В случае с Дуровым мы имеем совершенно иную ситуацию. Все серийные предприниматели, так или иначе известные, там, пример того же Тинькова, он также в значительной степени зависит от государства, от прямого регулирования регулирующих функций государства. Дуров находится в области, где возможности государства значительно меньше. Но они есть. Есть. А вот, кстати, возможности государства. Это очень важно, потому что государство может блокировать через свой замечательный Роспотребнадзор или Росттехнадзор, я все время путаю, неугодные сайты, ВКонтакте в том числе. Это во-первых. Во-вторых, только что, совсем недавно, Дуров диверсифицировал структуру своих серверов, хранения информации. До этого основная часть информации сохранилась на серверах в компании Selectel. В компании Selectel и, насколько я знаю, владеют Лев Левиев и Вячеслав Мирилашвили. Дуров от этого ушел. И, в общем, как бы он все это прекрасно понимает. Это опасность, эти риски. И эти риски есть. То есть не нужно думать, что это прямо человек, который совсем в такой безвоздушной среде существует, куда никто не влезет. Нет, конечно, ему тоже руки могут выкручивать, но и он может выкручивать. Это такая вот реально интересная война, неэффективная, не для виду, а вот такая технологическая. Возможно. Сейчас нам, может быть, еще пока не идет, но если все будет продолжаться так, если на Дурова будут давить руками UCP, то, возможно, мы станем свидетельствами такой битвы. 65, 10, 99, 6. Ваш последний шанс высказаться по поводу истории с Павлом Дуровым и ВКонтакте. Считаете ли вы, что заканчивается история ВКонтакте в ее нынешнем виде? 65, 10, 99, 6. Сможет ли эта сеть существовать без Павла Дурова? 65, 10, 99, 6. Код Москвы 495. Ну, так, у нас звонок, кажется, что на линии. Да, да. Очень хотелось бы понять, вот, столь у вас уважаемые гости, но когда они говорят о том, что сеть ВКонтакте не зависит от государства, ну, давайте мы снимем уже очки и поймем, что сеть ВКонтакте это самый большой ресурс контрафактной нелицензионной продукции, да? В нем все могут посмотреть фильмы и, кстати, частенько нехорошего содержания, да? И при этом вы говорите, что как-то это вот независимое... Да, но это же независимо от государства, это одно не отменяет второго, да, очень мы это совершенно признаем, и сам Туров это признает, это мешает нынешнее IPO, но государство-то при чем? Не, просто у вас с одной стороны государство говорит, давайте, хватит там нелицензионного копирования операций, с другой стороны, у вас самая публичная, самая крупная социальная сеть, как бы его прямой распространитель. Это даже, мне кажется, покруче, чем таможник Щеваркин. Понятно. Поэтому я думаю, что мы увидим разборку не с Павлом Дуровым, а каких-то там других структур, может быть, на примере ЮСП, но это точно не на имени одного человека, как бы построена эта вот система целиком. Понятно. Ну, я, кстати, согласен. Хорошо, да, спасибо, Станислав. 65, 10, 99,6. Борис на линии. Алло. Да, Борис, добрый вечер. Добрый вечер. Я вот слушаю вашу передачу внимательно, да? Да. Как бы Дуров, это, конечно, личность незаурядная, и он создал вот эту сеть ВКонтакте. Вот если задушат эту сеть ВКонтакте, то у народа вообще не будет властности у нас в стране. Да, Борис, вот вы знаете, точно такое же об этом недавно писал Дмитрий Глуховский, что вот власть отнимает, душат последние свободные СМИ. Да, и вот я хотел узнать, вот как мне можно будет приобрести книжку, вот эту, Кот Дуров, спросите, пожалуйста, у автора. Хорошо, да. Потому что мне как бы интересно его личность, потому что действительно это не номерно. человеческий создать в стране такую сеть, когда вообще не было ни у кого опыта такого где-то работать в такой сети. Да, да. Спасибо, Борис. Ну, приобрести книгу можно во всех крупных магазинах, а также на сайте издательства МАН, Иванов и Фербер. В том числе, помимо электронной торговли, там есть указание адресов всех магазинах по всей России, где эта книжка продается. Ну да, и поскольку время наше уже в эфире подошло к концу, то я хочу здесь процитировать из заключения книги о том, что все-таки, вот невзирая на то, что говорит Павел, что дура в душе не революционер, вот здесь вы так пишете, он произвел негромкую революцию, если понимать революцию в духе Ханны Арендт, не как освобождение, свобода от, а как создание среды, территории свободы. Итогом такой революции выступает республика, дающая гражданам новое политическое измерение, в данном случае это ВКонтакте. Ну, мне кажется, здесь очень важно то, что была создана некая альтернативная реальность, вот о которой мы уже говорили, которая во многом независима от государства, которая структурирует эту реальность, и которая выдвигает совершенно новый тип лидеров, новый тип предпринимателей, каковым является Павел Дуров. Так что мы следим за развитием вот этой вот истории, надеемся, что это не будет концом ВКонтакте, что это не будет концом деятельности Павла Дурова в России. Я благодарю Николая за участие в этом эфире. Напомню, что это был Николай Кононов, журналист, главный редактор издания предпринимательства Hopes and Fears. Моим соведущим сегодня в этой программе был замглавного редактора Forbes Ильмар Муртазаев. Это была программа Археология. Спасибо, что были с нами сегодня вечером. Слушайте музыку Финам. Доброй ночи и удачи. Финам.